На что важно обратить внимание, что происходит в Украине на фронте? Это продвижение, ценой таких чудовищных потерь. Вот они пройдут эту линию, продавят, выдавят ваши войска с линии обороны в Бахмуте и упрутся в следующую линию. То есть там как бы это совершенно все бессмысленно. А вот с Углидаром там все гораздо хуже в том смысле, что вот эта дуга, на которой находится Углидар, вот с ее кончика, этой дуги, ваша артиллерия дотягивается до волноватия, очень сильно осложняя снабжение российской группировки. Если они Углидар захватят, то у них там открывается несколько путей, куда можно двигаться дальше, в том числе зайти во фланг вот этому, как сказать, славянско-краматорскому укрепленному району и таким образом обезопасить свое снабжение, ну и активизировать боевые действия. Все выглядит так, что Керасимову, которого там назначили командовать всей этой операцией, поставлена задача там как к какому-то конкретному периоду, наверное, к весне, да, может к марту освободить Донбасс. Ну вот полностью как бы вот освободить Донецкую область и обезопасить Луганскую область. Потому что там прорыв... Ну освободить в... В кавычках, естественно. В кавычках, да? В кавычках, да? Да, 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 я разумею. Окупировать. Окупировать. Ну они, так говорят, освободить, ну понятное дело, захватить, оккупировать Донбасс. И вот они пытаются эту задачу выполнить. А дальше там уже как пойдет, потому что там уже открываются, в общем, пути некоторые, там можно двигаться дальше, там в Днепропетровскую область, насколько я помню, там по карте судя. И, в общем, там это, ну короче говоря, это может сильно осложнить положение ваших войск, вплоть до того, что им придется вообще с Донбасса отойти, полностью вообще вот оставить Донбасс. Но я как бы надеюсь, ну не надеюсь, я уверен в том, что ваше командование эти угрозы осознает. И плюс вот это вот бесконечное количество таких мелких попыток наступательных действий по всей линии фронта, там вот аж Запорожья и Севера, оно говорит о том, что россияне пытаются вот растащить ваши резервы вдоль линии фронта. Чтобы, во-первых, у залужного не получилось сконцентрировать где-то ударную группировку и ее бросить в нужный момент на прорыв фронта. И чтобы вот ваши резервы так пытались там хаотично метаться, да, не понимая, где будет прорыв и так далее. Но опять же для этого существует разведка. Вот разведка должна четко и понятно доложить командованию, что прорыв готовится там вот здесь, и вот туда будут подтянуты соответствующие резервы. Так что посмотрим. Вот в любом случае война не закончена, война идет, и бои там идут очень-очень тяжелые, к сожалению. Потери там большие с обеих сторон. У россиян непонятное дело больше, потому что вот такая тупая примитивная линейная тактика вот этих лобовых атак, но это противоречит вообще в принципе вот всему военному искусству так вообще не воюют. Вот обход, охват, окружение, вот как бы главный, да, фундамент, на котором стоит военное искусство, там это вообще вот не про это. Там все вот вперед, 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 долбить, 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 пока не проломим. Но это вот приносит свои плоды, потому что они потерь не считают. Никакая нормальная армия себе таких потерь позволить не может, да, а им все равно, сколько там людей поляжет, это их совершенно не волнует. И, к сожалению, вот это приносит такие плоды в виде того, что они потихонечку так вот выдавливают ваши войска. Ну, посмотрим, как будут развиваться события, потому что в любом случае, я же говорю, ваше командование все это понимает, и я уверен, что оно готовит какие-то ответные меры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok